67-летняя уральская пенсионерка Валентина Морозова, жительница дачного поселка Рассоха, того что под Белояркой, из-за долгов своего бывшего мужа, не сегодня-завтра останется без автомобиля. И речь идет не о стареньких «Жигулях», а о 500-м «Мерседесе» 2012 года выпуска. А Валентина Юрьевна не просто бывшая мужняя жена, состоявшая в браке с каким-нибудь местным фермером. Она экс-супруга Валерия Язева, в прошлом зампреда Госдумы, некогда успешного бизнесмена и едва ли не богатейшего человека горноуральщины, основателя корпорации «Ява», политика, который продумствовал в охотном ряду несколько созывов, и два из первых из них как депутата от Нижнего Тагила. В 2016-м Валерий Афанасьевич ушел из большой политики, а два года спустя у него начались большие проблемы с бизнесом и с возвратом кредитов. Поручителем по одному из них стала его бывшая супруга Валентина Морозова, а по-другому, столь же крупному, дочь Светлана, Сбербанк, подал иск о банкротстве на госпожу Морозову, как поручительницу по кредиту, выданному компанией «Явастрой». И в феврале прошлого года Кировский райсуд удовлетворил требования банка взыскать с Морозовой 170 миллионов с учетом кредита, процентов по нему и госпошлины. Экс-супруга экс-депутата написала в суд заявление с просьбой оставить ей «Мерседес», аргументируя это тем, что ей необходимо ввиду возраста время от времени посещать медицинские учреждения для обследования. А автобусная остановка, дескать, слишком далеко от ее коттеджа в поселке Рассоха. Автомобиль, по словам Валентины Юрьевны, все время находится на охраняемой территории ее дома, и он застрахован. Но финансовый управляющий Саитов, по информации издания «Знаком», потребовал у Морозовой передать «Мерседес» ему на ответ хранения до продажи автомобиля с молотка за долги. Валентина Морозова, которую еще летом из-за банкротства ограничили в праве выезда за рубеж, пытается спорить в суде поручительство по кредиту экс-супруга Валерия Язева. Пока безуспешно.